Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. В Карачаево-Черкесии начался месяц безопасности дорожного движения. На что обращают особое внимание сотрудники госавтоинспекции? Поддержка и развитие русского и родных языков, ценностей и народной культуры наградили победителей Всероссийского конкурса на лучшее сочинение. Как и до какого возраста нужно исправлять речевые нарушения у ребенка? Сегодня в День логопеда репортаж вести на эту актуальную проблему. Он в числе лучших выступил на первенстве мира. В ауле Каменомос чествовали чемпиона мира по борьбе на поясах Умара Узденова. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов встретился с начальником управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Карачаево-Черкесии Андреем Пархоменко. Ключевой вопрос, который обсуждался, это состояние наших земляков, бойцов Росгвардии, которые принимают участие в специальной военной операции. Андрей Владимирович рассказал об их состоянии материальном оснащении и обмундировании. Было отмечено, что выстроено тесное взаимодействие регионального управления Росгвардии и органов региональной власти для оперативного решения всех возникающих вопросов. Рашид Тимрезов особенно был рад услышать, как крепок и силен боевой дух у наших ребят, пожелал им вернуться домой к родным, близким, с чувством выполненного долга, живыми и здоровыми. И как отметил Гала Карачаева-Черкесий, пока бойцы Росгвардии отважно и мужественно борются с неонацистами, в регионе должны взять на себя заботу о членах их семей. Так, в частности, все меры поддержки для их семей приняты на уровне республики, такие как освобождение транспортного налога, платы за детские сады и ряд других распространяются также на семьи сотрудников и военнослужащих регионального управления Росгвардии. В Черкесске в течение одного дня произошли две аварии, в которых один человек погиб, еще один пострадал и находится под присмотром медиков. В последнее время мы не раз рассказывали о новых происшествиях на проезжей части. Поэтому неудивительно, что начиная с сегодняшнего дня, в течение ближайших 30 дней в республике будет проходить месяц безопасного дорожного движения. Подробнее Артур Мкцы. Улица Шоссейная в районе пересечения с Подгорной. Глядя на предоставленные автоинспекторами Черкеска кадры, неудивительно, что место носит статус одного из очагов аварийности. На данном участке это далеко не первый подобный случай, когда один из автомобилистов игнорирует правила. Автомашина ВАЗ-21099 допустила столкновение с автомашиной КАМАЗ. В результате чего водитель был доставлен к ОЧРБ и с переволом двух ребер и тазовой кости госпитализирован в травматологическое отделение. Вечером того же дня на улице Октябрьской произошла еще одна авария. Лада Гранта двигалась, судя по дальнейшему развитию событий, на большой скорости в сторону улицы Доватора. В какой-то момент водитель начал тормозить, однако легковушку повело влево на разделительный барьер, тросы которого отбросили транспортное средство к правой обочине на ограждение. Из салона, разбив заднее стекло, вылетел пассажир. Мужчина скончался на месте до приезда медиков. В последние недели в Карачао-Черкесии зафиксированы несколько аварий, в результате которых погибли люди. В большинстве случаев причиной ДТП становились невнимательность на проезжей части, несоблюдение правил одним или несколькими участниками дорожного движения. С 14 ноября на территории республики начались профилактические мероприятия. В ходе данного мероприятия сотрудники ДПС и ОГИБДД по городу Черкесску будут проводиться мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения. То есть беседы в школах, беседы с преподавательскими коллективами, будут проводиться родительские собрания. Наряды будут приближены к очагам аварийности. Стражи порядка напоминают водителям и пешеходам, что правила дорожного движения – это не развлекательное чтиво, которое написано, чтобы убить время. От их неукоснительного исполнения во многом зависят жизни и здоровье каждого, кто находится на проезжей части. Артур Мухцелебастанов, Вести, Карачао, Черкесия. Сегодня всемирный день борьбы с диабетом. Это хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови. Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, чаще других приводящих к смерти. Раньше не существовало лечения при таком диагнозе. Канадский ученый Фредерик Бантинг буквально спас 14-летнего подростка, страдающего тяжелой формой заболевания. Он провел ему курс лечения некциями инсулина, после чего мальчику стало гораздо лучше. Данное открытие позволило создать новый лекарственный препарат, спасший будущее многие жизни. В Карачао, Черкесии в последнее время растет количество диабетиков. В республиканском эндокринологическом диспансере состоят на учете несколько тысяч человек. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачао, Черкесии преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3. В горах местами минус 2, минус 7. Днем плюс 6, плюс 11. В горах местами 0, плюс 5 градусов. В Черкесии без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2. Днем плюс 6, плюс 8 градусов. Палундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2, 96, 58. Спешите узнать тайну пирата. В Доме правительства состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке. В конкурсах приняли участие более 8 тысяч школьников с 4 по 11 класса из 12 районов республики. Авторами лучших работ стали 27 человек. Ребят наградили дипломами и мобильными телефонами. Наставникам вручили благодарственные письма за высокий уровень подготовки учеников. Работа Рианы Газгешевой, ученицы 5 класса Аула Хабез, вошла в сборник 100 лучших сочинений под названием «Непростая история маленькой девочки». Такие конкурсы проводятся по инициативе Министерства просвещения страны и направлены на поддержку и развитие русского языка и родных языков, ценностей и народной культуры. Все вы являетесь победителями и призерами данных конкурсов. Для нас каждый из вас большой молодец. Каждый из вас является активным участником данных конкурсов уже даже не первый год. И каждый из вас старается сохранить, приумножить те лучшие традиции, язык, культуру там, где вы родились. Огромное спасибо вашим преподавателям, тем, кто помогал достичь таких результатов. Писала я на абазинском языке, рассказывала о русской культуре. У меня очень много друзей, которые представляют русский народ. Я интересовалась у них, какие у них есть праздники, что они делают. И понемногу я советовалась со своим учителем, с Фатей Фуадовной. Она всячески меня поддерживала, помогала. И я с ее помощью смогла написать это сочинение. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают специалисты, которые борются с дефектами речи. Светлана Кречетова расскажет о том, почему выбрала профессию логопеда и насколько эта проблема стала актуальной за последние годы. А Альбина Ламкова расскажет, когда и в каком возрасте надо обращаться за помощью. Вот вам и доктор. Ну-с. У кого? Фефекта Буфут. Что? Фефекта Етчи. Я логопед. Но вы же половину букв не выговаривали. Ну и что? Их же 32. Их же 32. Вот у нас один мужик. Он выговаривает их только три. И все его прекрасно понимает. Но специалисту вообще не обязательно уметь самому. Он должен уметь учить других. Конечно же, сложно понять человека, когда есть дефекты речи. В представленном отрывке из доброго, искреннего и семейного фильма Ролана Быкова по семейным обстоятельствам сцена с логопедом показана с юмором. На самом же деле профессионалу необходимо и самому уметь то, чем он собирается учить других. Светлана Кречетова в этом направлении работает не первый десяток лет. Но любовь к назиданию, желанию исправить речь у нее появилась в раннем детстве. Еще в детском саду я исправляла всех детей. Слышала неправильные звуки. Мне хотелось, чтобы все говорили красиво, так правильно, как выговаривала эти звуки я. И в конце концов я стала логопедом. Это очень увлекательный процесс. Ставить звуки, видеть, как дети радуются, когда у них эти звуки получаются. Как радуются их родители. Реализация в профессии логопеда у Светланы Владимировны началась после окончания двух вузов. Вначале она получила образование учитель начальных классов. Затем была учеба на историческом факультете. И есть опыт преподавания. Поел вкусное варенье. И захотел пирожков. А теста нету. Надо печь. Вместим тесто. Показывают язык. Скалят зубы и все время улыбаются. Это не кривляние, а артикуляционная гимнастика на уроке. Светлана Кречетова работает в детском саду «Золушка-Черкеска». Также оказывает помощь в устранении и предотвращении различных нарушений речи в консультативном центре образования «11». К сожалению, речевые дефекты у детей появляются все чаще, говорит она. Современные родители намного молчаливее, поскольку доля общения приходится на виртуальное пространство. Это одна из причин. Статистикой, конечно, я не занималась, но, как помнится, при обучении просматривали мы цифры. И если брать 70-е и 80-е годы прошлого столетия, то это была четвертая часть всего населения. Сейчас превышает более 50% количество детей с дефектами речи. Желательно до 8 лет нужно исправить все речевые нарушения, наблюдающиеся у ребенка. Иначе в школе эти проблемы перерастут в плохие оценки по русскому языку. Устранить на 100% дефекты речи удается, если родители готовы работать. Очень люблю фразу, что каждая мама в душе логопед. Если мы научим родителей играть со своими детьми, то их речь будет становиться правильной, красивой и многообразной. Поэтому при любых обстоятельствах необходимо оставаться родителями и в полной мере исполнять свои обязанности в воспитании детей. Не обделять их живым общением и уж тем более любовью, поделила Светлана Владимировна, говоря о развитии речи без дефектов. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Карчаева, Черкесия. В ауле Каменамос прошло чествование чемпиона мира по борьбе на поясах Умара Узденова. Поздравить виновника торжества в его родной дом пришли друзья, спортсмены и тренеры. Напомним, что Умар стал победителем первенства мира, который проходил в Казани, где помимо него шесть золотых медалей завоевали борцы из Карачаева Черкесии. С чемпионом встретился Алихан Лепшоков. Пройдя сложные схватки, он вышел в финал. Молодой спортсмен Умар Узденов серьезно готовился к первенству мира по борьбе на поясах среди юношей, который проходил в Казани. 200 спортсменов из 11 стран мира принимали участие в этом турнире. Поборов всех своих соперников, Умар вышел на финальную схватку с борцом из Туркменистана. Соперник был хорошо подготовлен, но в последнюю секунду схватки Умару Узденову удалось удачно провести прием и в итоге стать чемпионом первенства мира. Все братья болели за меня, и на последних осталось две секунды, и на последних секундах Павли Сюшня взял два балла и выиграл. Хочу поблагодарить своих тренеров Чагарова Расула, Гатаева Тимурлана и, конечно же, своего отца, который привел меня первый раз в зал. Поздравить молодого спортсмена пришли его друзья, спортсмены и тренеры. Главный тренер сборной России по борьбе на поясах Дахир Лайпанов пожелал борцу дальнейших успехов и подчеркнул, что Умар имеет крепкую волю и стремление, что позволило ему одержать победу над сильным соперником. Оставалось две секунды, и Умару, говорю, Умар, тут уже вопрос стоит о том, по свистку надо делать. Получится, получится, не получится, ты в финал дошел, в любом случае ты, то, что от тебя требовалось сделать, но до конца должно было. И судил с Таджикистана, а у него соперник был с Туркмени. Вот оставалось две секунды, он проявил, и по свистку он проводит прием. Проводит прием, бал, те выкидывает челлендж, оспаривает, но хорошо, что там не только судьи смотрели, но и весь зал смотрел, потому что на экране был большой телевизор, большой экран, и вот на этом все видно было. И дали ему бал, и вот он выиграл вот так финальную свадку. Тренер Расул Чагаров отметил, что Умар Узденов отличается своим твердым характером и несгибаемой волей, что позволяет ему идти до победного конца. В первую очередь очень талантливый, целеустремленный, с характером. В общем, все, что нужно чемпиону, все в нем есть. Как он стал претендентом, чемпионом России, потихоньку, планомерно подводили, чтобы он хорошо себя чувствовал, не спеша, потихоньку, на малых оборотах, и дальше больше, дальше больше, вот так подвели к такому состоянию, что он стал чемпионом. Перспективный спортсмен Умар Узденов будет продолжать тренироваться и готовиться к новым соревнованиям. Но не только по борьбе на поясах, но и по вольной борьбе, чтобы достигать новых спортивных высот. Алих Алим Шоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Баренцево море». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok